Вот так выглядит первый ноутбук, который появился в Казахстане. Он был подарен в начале 90-х академику Умурзаку Султангазину, японскими коллегами из университета Киото. Теперь он является экспонатом в Музее истории казахстанской науки. Этот музей первый и единственный в своем роде на территории республики. Он был создан два года назад, и вот теперь снова распахнул свои двери посетителям после реконструкции. Ремонт шел 9 месяцев одновременно в четырех алматинских исторических хранилищах, которые расположены в здании Дома ученых. На эти цели из государственного бюджета было выделено свыше 100 миллионов тенге. Сегодня Галамурдаса презентует сразу четыре вновь отреставрованных музеев после капитального ремонта, которые были осуществлены при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан и пополнены новыми и уникальными экспонатами. Это музей природы, музей археологии, музей редких книг и музей истории казахстанской науки. Одними из первых посетителей обновленных залов стали представители научно-исследовательских институтов, туристических компаний и коллеги из остальных алматинских музеев. Особой гордостью Дома ученых является музей археологии, основанный в 1973 году. Здесь представлены уникальные экспозиции со времен Палеолита и до Средневековья. Это первая и самая точная копия «Золотого человека», которая была сделана 40 лет назад. Отдельное место в зале занимает уменьшенная копия семейного склепа племени Саков. На сегодняшний день у нас самый последний экспонат, который мы приобрели, который имеет такую значимость, это Берельская лошадь, которая тоже датируется 4-3 веку. Берельскую лошадь нам сделали только единственный человек, имеет на это право, это Крым-Олтенбек, лаборатория «Остров Крым». Самое старое хранилище в Доме ученых – музей природы, который существует уже более полувека. В нем собраны материалы об эволюционном разнообразии фауны Казахстана. Только чучел живота здесь представлено свыше 200. Посетить уникальные музеи после реконструкции уже изъявили желания учащиеся школы и университетов и из других регионов Казахстана. Сейчас решается вопрос о том, чтобы музеи работали без выходных. Агиримов Дебек, Рашид Шукоролеев, телеканал Алматы.